Реализуемые на территории губернии проекты – главная тема на заседании профильной комиссии регионального правительства. Губернатор лично проверил, на какой стадии проекты и насколько они полезны для населения. Светлана Давлетова рассказала о создании индустриального парка Вичуга. В муниципалитете важно не только создать уникальное производство, но и запустить предприятие по переработке выпускаемой на нем продукции. Планируется 60 резидентов. Якорное производство – комбинат ПЭТФ. На Петербургском экономическом форуме с фондом развития моногородов подписано соглашение о развитии парка. Нам выделяется порядка полумиллиарда рублей на финансирование объектов инфраструктуры, непосредственно необходимых для реализации проекта индустриального парка Вичуга. Отчитал Павел Коньков за низкие показатели ввода жилья в эксплуатацию начальника департамента строительства Юрия Тростина. Регион обычный для Центрального федерального округа, сравнимых по объемам бюджетных и прочих средств, есть еще 4-5 регионов. И почему в этой ситуации Ивановская область в конце? Вы мне на этот вопрос не ответили пока. Дело не в недостатке средств, отметил губернатор. В чем причина отставания, начальнику профильного ведомства необходимо выяснить до предоставления концепции проекта развития отрасли. В неполном мере учитывалось объемы индивидуального жилищного строительства. И по сравнению с другими регионами, и в целом по России, мы провели ряд встреч со статистикой, с Росреестром, с БТИ. И сейчас нашли путь, что мы будем учитывать объемы индивидуального жилищного строительства под данным Росреестра. И мы видим, что здесь как минимум в два раза будут увеличены у нас. Свои мысли о том, как привлечь молодежь в предпринимательство, презентовала Ирина Эрмиш. В бюджете на эти цели предусмотрено 300 тысяч рублей, охвачено будет больше тысячи человек. 10% по итогу должны будут открыть собственное дело. Четыре этапа предполагается реализовать. Первый этап – информирование широкого круга молодежи от 18 до 30 лет. Второй этап – непосредственно обучение навыкам ведения предпринимательской деятельности. Третий этап – это будет конкурс бизнес-проектов. И четвертый этап – реальная помощь, сопровождение в открытии собственного дела. В одном только Ивановском районе реализуются 12 проектов. От трех перспективных рассказал глава муниципалитета. Один касается строительства ФАПа в селе Панеева. Еще два – выгодный сельхозпроизводителям. Сергей Низов предлагает задействовать неиспользованные угодья и материально поддерживать производителей. Есть одна проблема – это то, что на этих землях нельзя строить фермы или склады, то есть здания сельхозназначения. Соответственно, это затрудняет вовлечение в оборот. То есть небольшие предприятия готовы, но понятно, что им нужно либо навес для сена, либо ферму поставить на этом участке. А этого сейчас делать нельзя. По результатам совещания к реализации в регионе одобрены еще три проекта в сфере промышленности, торговли и строительства. Также было принято решение об участии региона в федеральном конкурсе проектов «Проектный Олимп» на базе аналитического центра при правительстве России. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.